Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о миротворческих амбициях Григория Явлинского, об интервью Юрия Дудя с Марией Певчих и об отзыве о новой газете «Лицензии СМИ». Григорий Явлинский опубликовал в новой рассказ газете статью под названием «Прекратите». В ней Явлинский призывает Путина, Зеленского и Байдена прекратить войну в Украине, обвиняет их всех в нежелании это делать и пугает Украину и Запад тем, что если они не перестанут воевать, Путин применит ядерное оружие. Соглашение прекращения огня – это политическое требование, реализация которого целиком и полностью зависит от желания и понимания людей, принимающих решения. На практике его можно реализовать лишь в том случае, если как минимум Путин, Зеленский, Байден и руководство ЕС и НАТО захотят это сделать. Но проблема в том, что никто из них сейчас такого желания не проявляет. На сегодняшний день все стороны намерены продолжать широкомасштабные боевые действия, ошибочно рассчитывая на военную победу, которая в современных условиях недосягаема ни для кого. Поэтому надо настаивать. Необходимо прекращение огня. Если этого не произойдет, последствия будут катастрофическими, скорее всего, как уже было сказано, необратимо разрушительными. На сторонников так называемой спецоперации статья впечатления не произвела. Они ее просто не заметили. Зато ее заметили украинцы и российская оппозиция. И те, и другие резко раскритиковали посыл Явлинского. Марк Гальперин. Насилует девушку. Подходит Явлинский и говорит – прекратите, оба прекратите. И немедленно. Аида Сосибаева. Держись, дорогая, держись. Ты приняла бой там, где другие сдались бы без единого выстрела. Ты выстояла там, где другие давно пали бы на колени, а ты не пала. И никогда не падешь. Я в тебя верю. Понравилась статья разве что членам партии «Яблоко». Например, Леву Шлозбергу и Борису Вишневскому, которые заширили пост Явлинского в своих телеграм-каналах. Лев Шлозберг на своем канале «Гражданин ТВ» заявил, что критики статьи из числа российских оппозиционеров пренебрегают жизнями украинцев и хотят победить Путина чужими руками. Мы все проиграли. Мы проиграли страну, мы проиграли эпоху. Только это можно признавать и говорить об этом прямо и честно. Мы потерпели глобальное поражение. А можно это не признавать. Обманывать себя, обманывать людей. И из безопасного места. Оно может быть и здесь безопасно в России, хотя, конечно, поменьше. Оно может быть за пределами России, там оно более безопасно. Призывать к победе любой ценой. Призывать к тому, чтобы проигранная нами историческая эпоха была теперь выиграна украинцами. Имея в виду историческую войну с Путиным. Выиграть Путина, проигранную в России политическую войну. Телами и кровью украинцев. Вот эта партия «Чужой крови» держится на нескольких вещах. И об этом важно говорить, потому что эта партия «Чужой крови» выступила, извините за такой совсем прямой образ, как кровавые пятна, в реакции общества на статью Явлинского. Первое, она держится на абсолютном равнодушии к человеческой жизни. Абсолютному отсутствию понимания ценностей в человеческой жизни. Кровь людская, что водитель. А сколько погибнет людей для того, чтобы победить Путина? Никто не отвечает из них на этот вопрос. Неважно. Вот Россия проиграла политическую войну с Путиным, а сейчас Украина выиграет. Однако даже самые сдержанные критики статьи отмечают, что предложения Явлинского звучат довольно-таки утопично. Сергей Митрофанов. Ну, как бы это вполне оправданно. Надо прекратить. Для этого подготовить соглашение, которое всех устроит. Вопрос лишь в том, а где это соглашение находится физически? Кем написано? Каким образом будет передано компетентным сторонам? Кто эти компетентные стороны? Где сидят? Хотят ли они такой текст получить? Еще вопрос. А как бы прекратить Россию быть в жопе мира? Кому бы обратиться с предложением? Многие считают, что даже если бы мировое соглашение было подписано, мир достигнутый с его помощью был бы непрочным. Об этом говорит, например, Артемий Троицкий на канале «Живой гвоздь». Я думаю, что это как бы такая красивая, идеалистичная, несколько маниловская, я бы сказал, позиция, которая абсолютно не работает. Ну, то же самое говорят, кстати, некоторые западные люди или предлагают так называемый корейский вариант, ну, то есть северная и южная Корея в 1953 году, то есть как-то разделить Украину и так далее. Я считаю, что это все фигня полная. Что если какое-то перемирие, прекращение огня и состоится, то это будет просто передышка, которую Путин всячески постарается обратить в свою пользу. Мобилизовать, обучить, докупить, укрепление построить и так далее. Вот, естественно, эта передышка и украинцам тоже принесет пользу, тем не менее, это абсолютно не решение никакой проблемы. Проблема будет решена только, значит, когда война закончится отступлением агрессора за международно признанной границей. Все остальное, все эти полумеры, четвертьмеры и так далее, это все как мертвому припарки. И, конечно же, это не дает никаких гарантий того, что война не возобновится снова. Слава богу, уже имеется опыт. Имеется опыт 2014-2015 года, когда тоже конфликт заморозили, ну, и опаньки, к чему это привело в результате. Мы все это прекрасно видим. И очередной рецидив точно того же самого, я думаю, никому не нужен, что Явлинский умный человек этого не понимает. Большинство критиков высказываются в адрес Григория Явлинского на много речи. Некоторые места из статьи Явлинского до боли похожи на фрагменты постов Медведева, пишет оппозиционер Александр Рыклин. Полное ощущение, что Григорий Алексеевич писал колонку в соавторстве с Дмитрием Анатольевичем. Зачем Явлинский прогибался под Кремлем в предыдущие годы, мы более или менее понимали. Сохранить старейшую в России демократическую партию, чтобы допустили до выборов и вот это все. Но сейчас-то в чем цель? По-моему, именно такое поведение и называется. Задарма дерьма наестся. Журналист Сергей Пархоменко отреагировал на призыв Явлинского «прекратите» постом из одного слова «заткнись». Этот пост Пархоменко объясняет в утреннем шоу на канале Александра Плёщева. Это вещь ханджеская и лицемерная. Вот мне кажется, что вот этими двумя словами Димаш Явлинского лучше всего характеризуется. И я в ответ на свое слово «заткнись» получил много вопросов от возмущенных читателей, которые спрашивают меня, а что, разве нужно прекратить говорить о том, чтобы не убивали людей? А что, разве нужно прекратить говорить о том, что война – это ужасно? На что я отвечал им, что нужно прекратить произносить слова о том, что не нужно убивать людей, и, прекрасно зная, Явлинский же не сумасшедший, Явлинский же называется «мыло не ест». Явлинский абсолютно адекватно понимает, что происходит. Я в этом не сомневаюсь ни одной секунды. У него совершенно достаточно и источников информации, и какого-то разумного отношения к жизни, чтобы понимать, что происходит. Что его призыв означает призыв предоставить агрессору передышку, которую этот агрессор использует для восстановления сил, для перегруппировки своих сил и для дальнейшего убийства. И его прекратите, в сущности, адресовано не тем, кто убивает, а тем, кто хотел бы, чтобы это в действительности, по-настоящему закончилось. Прекратите мешать агрессору. Прекратите угрожать агрессору. Вот что в действительности сказал Явлинский в форме лицерного вызыва к прекращению убийства людей. Ну, что на это ему можно сказать? Можно сказать ему, чтобы заткнулся, чтобы хоть не мешал бы, кто пытается в действительности этому убийству людей помешать. Некоторые блогеры считают статью закономерным итогом всей политической карьеры лидера «Яблока». Твиттер Кисова Лильянинов. Со скрипом отворилась дверца шкафа. Здесь пыли паутина, жили мыши. Но вот понадобилось Вове что-то. Явлинский и Гриша. Андрей Плохонин. Учитывая, что Путин на прекращение огня только и надеется, чего доброго может ультиматум и принять. Перед отцом российской демократии замаячили почет, ордена, возвращение яблока в Думу, Нобелевская премия. Но тут не то с небес, не то поближе раздались страшные слова. Гриша, обед проспишь. Пора вставать. Политолог Федор Крашениников на канале Марка Фейдина называет Явлинского одним из каналов, с помощью которых Путин передает Западу свои сигналы. Вообще вся эта статья очень конкретно, конечно, идет в русле путинской современной политики. То есть понятно, что вопреки каким-то громким заявлениям, как я вижу, Путин, конечно, не планирует, но отказался от практической идеи, что надо все-таки удастся захватить всю Украину. То есть он, конечно, попытается и будет пытаться, но в целом они бы согласились и на меньшее. То есть они сейчас начнут скулить, что нам нужен мир, нам нужен мир, мы не хотим воевать, мы и не хотели никогда воевать. Это все нас заставили, нас спровоцировали, поэтому давайте сейчас как-нибудь перестанем стрелять и будет реализован так называемый корейский сценарий. То есть сначала перемирие, прекращение огня, потом активизируется вся публика в Европе, на Западе, перестали стрелять и, слава богу, давайте, так сказать, не будем. В России, в общем, тоже говорит, ну, Азовское море внутреннее как бы, да, в принципе, Донецк, Луганск где-то там, понятно, наш, Крым тоже наш, ну и давайте на этом и повадим. То есть не хотите украинцев признавать новую реальность, ну, путинскую, ну и признавайте. Главное, что вот Польша не стреляет. Это, конечно, Путин объявит своей победой. Ну, а, так сказать, Украине, те политики на Западе, которые готовы поддержать такое решение, скажут, да и черт с ним, слушайте, рано или поздно Россия задохнется во своих проблемах, надо просто подождать лет пять, там, сколько, шесть, десять, и все, и потом мы к этому вопросу вернемся. Пока давайте, так сказать, займемся, там, решением текущих проблем. Этот план, то есть я недаром говорю про европейских политиков, он существует не только в голове Путина. То есть Путин обращается вот к этим силам в Европе и использует, я думаю, что Явлинский – это один из множества каналов, которые он использует. Я думаю, что эти сигналы идут по всем каналам, но Явлинский – это человек, который близок к очень многим европейским политикам. Все это Путину не поможет, уверен публицист Игорь Айдман. Явлинский, Эрдоган, Абрамович по разным причинам пытаются спасти Путина и его государство, продвигая идею немедленного прекращения огня с фактической фиксацией территориальных захватов России. На Западе есть силы, которые с удовольствием заглотили бы эту наживку. Если бы Россия объявила в одностороннем порядке о таком бессрочном прекращении огня и призвала бы к переговорам, Украине было бы трудно продолжать реконкисту. Военная поддержка ее Западом оказалась бы под вопросом, а значит, путинский режим получил бы шанс избежать разгрома. Однако все напрасно. Путин безумен, хочет воевать и надеется победить. Утопающий из последних сил отбрасывает протянутую ему руку помощи и кричит, что готов переплыть море. Кремлевского безумца и его режим уже не спасти, как бы кто ни старался. С вами Аля Пономарева и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете первую программу «Радио Свобода». «Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет. Говорит радио «Свобода». Добрый день, говорит радио «Свобода». Радио «Свобода». Всегда вместе с вами. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. У Юрия Дудя вышло новое резонансное интервью. На этот раз он выпустил четырехчасовую беседу с соратницей Алексея Навального Марии Певчих. Такой щедрый хронометраж вызвал в сети много насмешек и призирок. Денис Сапрыгин. Два часа парфенов, три часа кучера, четыре часа певчих. Контента становится все больше и больше. Следующее интервью с каким-нибудь домашним животным будет часов на восемь. В то же время многих зрителей это совсем не смущает. Судя в том числе потому, что количество просмотров интервью в момент записи этого подкаста подбиралось к десяти миллионам. В соцсетях можно встретить многочисленные претензии героини интервью. Причем самое разнообразное. Например, либертарианец Михаил Светов в стриме на своем канале упрекает Мария Певчих в том, что она не борется с коррупцией в Великобритании. В первую очередь мне бросилось в глаза, как бы это правильно выразиться, не напускная принципиальность, нет, а почти большевистское отношение к людям, которые пытались зарабатывать в России. И такое же безразличное отношение к тем, кто на Западе позволял выкачивать деньги из России, наполнял Запад деньгами, безразличие к тем политикам, которые на Западе были выгодополучателями путинского режима и выгодополучателями отношений с путинскими олигархами. Да, там был такой интересный разговор про Абрамовича и как Абрамович сам себя переизобретает. Это был эпизод с главой Лондонской школы экономики, который подал восставку за свои отношения с семьей Каддафи. Вот это все пообсуждалось, а по факту, по факту, что произошло, по факту, огромное количество российских денег было влито в экономику Великобритании, денег, которые там осели, денег, которые там были освоены. И ни к одному из этих людей, ни к одному из политиков, ни к одному из чиновников Марии Певчих нет вопроса. Хотя, казалось бы, да, Мария Певчих сегодня является гражданкой Великобритании, подданной Великобритании. И, в общем, было бы логично, если бы ее судьба, коррупция в Великобритании, интересовала, ну, по крайней мере, не меньше, чем ее интересует коррупция в России. Потому что одно не было бы возможно без другого. Бывшая сотрудница Russia Today и бывшая участница президентского совета по правам человека Екатерина Винокурова считает Мария Певчих слишком радикальной оппозиционеркой. Дама из четырехчасового интервью производит фантастически какое-то неприятное впечатление на эмоциональном уровне. Что-то вроде Яровой. Или даже Бутина, Шафран, Мизулина-младшая. Такая безжалостная комсомолка, беспощадная к врагам Рейха. Оппозиционная журналистка Кристина Астафурова, в свою очередь, считает, что Мария Певчих и другие соратники Навального не выработали достаточно введительной оппозиционной программы. Совершенно не обязательно смотреть все четыре часа интервью с Певчих. Достаточно включить последние полчаса, где Дудь задает, пожалуй, самый важный вопрос. А дальше-то что? И вот на этой точке выясняется, что у команды Навального, увы, кажется, совсем нет никакой картины будущего России. А значит, и предложение для людей. Точнее, есть только задача. Путин должен уйти. На прямой вопрос, что вы сделали для свержения Путина за прошедший год, Певчих отвечает. Например, нашли и отобрали у Путина яхту. Предполагается, что Путин, находящийся уже в стратосфере переживания о своей роли в истории как собиратель земель русских, рыдает от потери яхты? Роман Аркадьевич купит ему новую. И что-то мне подсказывает. Снова за наш счет. Зато украинские блогеры остались довольны тем, что Мария Певчих однозначно высказалась по поводу Крыма. Этого факту радуется политолог Михаил Шейтельман в стриме на своем канале. Хочу сказать спасибо за то, что она фактически оспорила мнение своего руководителя, прямого Алексея Навального. И она несколько раз подчеркнуто говорила, что Россия немедленно обязана вывести все войска свои, со всех, подчеркивала она, оккупированных территорий Украины. Со всей территории Украины, говорила она еще раз, имея в виду, естественно, Крым. Как вы помните, ее руководитель Алексей Навальный так не считает, но она так считает. И это очень приятно, что человек готов со своим руководителем непосредственно поспорить. Справедливости ради Алексей Навальный никогда не говорил, что поддерживает аннексию Крыма. Его слова «Крым не бутерброд», которые обычно цитируют, относились к тому, что возврат Крыма Украине будет сложной операцией. И в том же интервью, где они звучали, Навальный говорил, что Крым был захвачен Россией с нарушением международных норм. Но спасибо и на том, что певчих не упрекают хотя бы за позицию по Украине. Критиков разносит в пух и прав Мажена Рынска. Сильно взбесилась, почитав общественность в Фейсбуке. Сидят такие, кочевряжатся, будто Маша не жизнь свою за други своя отдает, а новый рейстик их пригласила тестить. Сидят такие, как будто в сладком киселе, а не под пятой преступников, чудовищного зла, и косоротятся. Это как к Штауфенбергу приглядываться и рассуждать о его радикализме. Упорно не понимают лучшие люди города, на каком свете находятся. Публика и сам Юрий Дудь слишком многого требуют от человека, который занимается расследованиями коррупции, пишет журналист Илья Жигулев. Стоит заметить, что она всего лишь расследователь. И что вы от нее хотите? У нее другая задача. Даже когда составляют списки условных плохих русских, Марию не зовут. Слишком радикально. А уж тем более не позовут, когда сменится власть. Зачем? Чтобы что? Певчих, скорее всего, будет недовольна компромиссом и сама, хлопнув дверью, уйдет. И, возможно, будет продолжать делать свои расследования. Уже про новую власть. Что я считаю очень хорошо. Никому не давать спуску. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», посвященный тому, что писали и говорили в социальных сетях о самых важных событиях последних дней. С вами Аля Пономарева. Новые газеты и журнала «Новый рассказ» газеты, который сдавал коллектив «Новый» и в котором вышла та самая резонансная статья Григория Явлинского, больше не существует. Мосгорсуд утвердил решение об отзыве о этих изданий лицензии СМИ. До 30-летия «Новой газеты», основанной в 1993 году, оставалось два месяца. В решении суда многие видят последний гвоздь, забитый в крышку гроба свободы слова в России. Эльвира Вихарева. Не было бы Нобелевской премии у Дмитрия Муратова. Наверное, объявили бы иноагентом. А так пошли по долгому пути. Ну а нам снова остается интернет под VPN до кухни. И стены лучше потолще, а то вдруг чуткие соседи расслышат наши фейки об армии. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов назвал решение суда политическим. И заявил, что это проявление недоверия власти к народу. Закрыли же 300 медиа, которые не зависели от государства. Прокуратура отчитала, что закрыто несколько десятков тысяч сайтов. И что это такое? Это абсолютное недоверие к своему народу. Вы, сука, народ, воевать и умирать, ты имеешь право отчитать то, что ты хочешь, ты не можешь. И суд встает на охрану вот этого полного неверия людям, полного недоверия. Они не могут читать эти люди Солженицына, они не могут читать новую газету, смотреть дождь. Это что за позор? У нас VPN стал главным медиа в Российской Федерации. Это до какой херни? Надо было, извините, докатиться. Да, это недоверие к народу. Именно так. Этот суд обслуживает абсолютную какую-то горстку людей, которые выполняют никчемные приказы, которые оставляют народ наедине с пропагандой, а значит нашу страну наедине оставляют с грядущими смертями. Исход процесса был предсказуем. Новая газета перестала выходить еще в марте 22-го года. В июле Роскомнадзор потребовал лишить издание лицензии, а в сентябре суд удовлетворил это требование. Сотрудники издания, оставшиеся в России, с июля выпускали новую рассказ газету, но и ее по требованию Роскомнадзора Басманный суд лишил лицензии в сентябре 22-го. Патриоты по новой газете скучать не намерены. Анастасия Миронова. Оказывается, вчера тихо и без списка аннулировали лицензию новой газеты. И никто не заметил. Вот как надо было умудриться плюнуть в свой народ. Алексей Ульянов. Давно пора лишить антирусская и антиправославная и продажная газетенка. Писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лаев называет этот ход властей проявлением страха. Новая газета, она и как раз может оказаться той последней гайкой. Она была очень существенной и отдушиной для очень большого числа людей. При этом новая газета была отнюдь не экстремистской. Она предоставляла слово всем участникам конфликта. Иногда она печатала вещи, с которыми я, например, как читатель и подписчик, был глубоко не согласен. Но тем не менее, она давала трибуну всем, как и Венедиктов. Может, это была неверная тактика, а может, и верная. Давала. И я полагаю, что закрытие новой газеты – это не борьба с инкомыслием, и это не закон военного времени – это такой страх, это такая паранойя, это такое признание своей слабости. Ну, слушайте, у вас в руках все федеральные каналы, все электронные средства массовой информации, все радио, все у вас. Про прессу я не говорю, она сейчас, в общем, не в авангарде, но она тоже вся ваша. Чем вам мешало одно еженедельное издание? Хотя бы как витрина. Если вы так боитесь одной газеты, одного коллектива 50 человек, ребята, вы даже не на глиняных, вы на гнилых ногах. Многие журналисты, политики и эксперты выступили со словами поддержки в отношении новой газеты, после того, как суд окончательно решил ее судьбу. Борис Вишневский. Имена ликвидаторов останутся в истории только в связи с тем, что они уничтожали нашу газету. Новая была, есть и будет, чтобы не решала басманная и прочее правосудие. Новая газета продолжает работать на всевозможных онлайн-площадках и призывает подписываться на ее страницы, каналы и подкасты. Однако число ее читателей в России наверняка сократится. И в этом смысле расчет властей наверняка окажется верен, говорит оппозиционный политик Леонид Гозман на канале Форум Свободной России. Они как бы совершенно действуют логично и со своей точки зрения правильно, мне кажется, да, но вот именно с их точки зрения, незаконно, аморально, так угодно, со своей точки зрения действуют правильно. Значит, вот смотрите, они закрыли новую газету, новый рассказ газеты, да? Что это означает? Часть людей, которые ее читали в России, читать ее не будут. То есть они сократили аудиторию. Дальше рассказ газеты, разумеется, будет продолжать существовать где-то, не знаю, в Берлине, в Риге, в Париже, где-то. Вот и будет существовать в интернет-вариате. Вот смотрите, что они делают. Они объявили Медузу в нежелательной организации. Ну, казалось бы, Медуза это по барабанам. Нет, это не по барабанам, потому что за сотрудничество с нежелательной организацией это преступление. Значит, если Медуза возьмет интервью у, там, не важно, Ивана Ивановича Иванова, да, который живет на территории Российской Федерации, то к Ивану Ивановичу после этого могут прийти и сказать, ну, что, Иван Иванович, ты, значит, с нежелательной организацией сотрудничал? Посиди пару лет за это, да? Значит, они уже не могут брать интервью у Ивана Ивановича, да? Кто-то побоится ставить им лайки, кто-то побоится давать им донаты, кто-то побоится их читать. Понимаете, вот они очень сильно ограничены сейчас аудиторию Медузы на территорию Российской Федерации. Их же не волнует, что происходит за границей на самом-то деле. Ну, и там меньше волны. И сейчас они идут по тому же пути с «Новой газетой». И все-таки некоторые комментаторы не отчаиваются, в том числе политолог Владимир Пастухов. После долгих и кровопролитных, в прямом, а не в переносном смысле слова, боев, сводный батальон редакции «Новой газеты», дравшийся в течение года в полном окружении, покидает первую линию обороны и уходит, отстреливаясь в темный интернет-лес русского самоздата. Не думаю, что карателям станет от этого легче, хотя воевать в лесу не сахар. Они уходят с гордо поднятой головой, не оставив своих знамен и неся в руках свой бессмертный полк, портреты своих убитых. Они уходят, как армия Деголи, чтобы продолжить сопротивление везде, где можно сопротивляться. Их не удушишь и не догонишь. Я знаю этих ребят много лет. Эти не сложат перо. Поэтому у меня нет скорби, и я не собираюсь причитать о свершившейся несправедливости, проливая крокодиловые слезы. Мы все на войне, в том числе на войне с собственными иллюзиями. Без иллюзий мы будем злее и сильнее. Они вернутся из леса еще более крутыми, чем туда уходят, и мне плевать, в какой именно схрон я буду слать им свои статьи. Они их не потеряют. О пролитой крови Владимир Пастухов пишет не зря. Шесть журналистов «Новой газеты» заплатили жизнью за возможность доносить информацию до своей аудитории. В 2021 году главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «За усилия по защите свободы выражения мнений», которая является предпосылкой демократии и прочного мира. Желаю коллегам сил и хочу верить, что настанет день, когда «Новая газета» вернется в газетные геоски российских городов, а ее сайт будет доступен читателям без VPN. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова